Производится на молочном заводе, но тот, кто впервые попадёт сюда, может подумать, что попал в медицинскую клинику. Стерильность, стерильность и ещё раз стерильность. Иначе йогурт не получится. А начинается правильный йогурт с правильной коровой. Она должна быть здорова, сыта и не утомлена. При соблюдении этих трёх условий её молоко примут на завод. Ежедневно сюда привозят молоко от 50 тысяч пышущих здоровьем бурёнок. Молоко поступает в огромные контейнеры, где хранятся 12 часов. Здесь в течение трёх часов его проверяют. Если корова когда-то болела, её лечили антибиотиком, молоко сразу бракуется. Из него йогурт не получится. Вот здесь, в плотно закрытом стерильном резервуаре, молоко в течение нескольких минут нагревают до 80 градусов. При такой температуре уничтожаются вредные бактерии и тут же охлаждают. Это называется пастеризация. Здесь молоко разделяют на сливки и обезжиренное молоко. Добавляют сахар, сухое молоко. Так формируется будущий процент жирности йогурта. К сожалению, весь процесс приготовления йогурта увидеть невозможно. Контейнеры плотно закрыты, молоко движется по трубам. Даже в помещении полная герметизация. И людей нет. Они все в этой комнате. И руководят производством через компьютеры. Одно слово. 21 век. Мы подходим к самому главному. В этом помещении, похожем на операционную, молоко готовят к превращению в йогурт. Прежде чем попасть в йогурт, живые йогуртовые бактерии долго путешествуют в специальных машинах и рефрижераторах. На предприятиях они хранятся вот в таких больших промышленных холодильниках. Примерно с 50 градусов. И они в них спят. В холодильниках еще спят живые бактерии. На завод они попадают в герметичной упаковке. Просыпаются они при температуре плюс 20 градусов. Их сейчас достанут, добавят в молоко. Они его заквасят и превратят в йогурт. Но ферменты проснутся, если их только правильно разбудить. Они существа нежные. И будить их надо в обстановке абсолютной стерильности. Великий русский биохимик Илья Мечников долго занимался изучением главного элемента йогурта. Бактерии, названные им болгарской палочкой. А потом выдвинул теорию, что йогурт продлевает человеческую жизнь. Болгарская палочка в организме размножается и вытесняет все болезнетворные бактерии. Но изобретение Мечникова воспользовалось не в России, а в Испании. Там в начале века йогурт и стали продавать в аптеке по рецептам, как лечебное средство для улучшения работы кишечника. Оператор, который смешивает бактерии с молоком, должен быть абсолютно здоровым человеком. Все манипуляции с бактериями оператор проводит в этой закрытой капсуле. Живые йогуртовые культуры в ней смешиваются с молоком. Закваска готова. А здесь йогурт становится таким, каким мы его покупаем в магазинах. В него добавляются фрукты и джем. Йогурты бывают двух видов. Один надо есть ложкой, другой пить. Они так и называются – ложковый и питьевой. Для ложковых стаканчики делаются тут же, а питьевые разливаются в заранее привезенные бутылочки. Весь цикл производства йогурта на нашем предприятии, начиная от приемки молока и заканчивая складом готовой продукции, занимает около 24 часов. Субтитры создавал DimaTorzok